Ярослав сегодня расскажет нам о крутом сервисе напоминаний. В качестве эксперта у нас инвестиционный консультант платформы Startup Network Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий. Расскажу немножко о концепции. Суть программы будет называться как сервис напоминаний. Что это такое? Открывается офис в любой точке Украины. Пускай это будет 10 компьютеров, 10 операторов. Покупается место либо арендуется на сервере. И дается масштабная реклама в целях проекта по всей Украине. Масс-медиа, газеты, телевидение, радио. Практически все что угодно. Суть в том, что клиент, который звонит на нашу горячую линию, он может за символическую плату, допустим, пускай это будет 100 гривен за 12 месяцев, за один год. Предоставить нам информацию о днях рождения, памятных датах, своих коллег, родных, знакомых, друзей, партнеров по бизнесу. Наши операторы за 3-4 дня до этого события контролируют, естественно, вот эти вот даты, перезванивают клиенту, который как бы дал эту информацию и предупреждают, что у Олега Ивановича завтра будет там или послезавтра будет день рождения, не забудьте поздравить. То есть как работает структура? Ваше время вышло. У вас не получится уже только потому, что вы не смогли вложиться в 60 секунд. Это не так важно. Если я правильно понял, это живая версия любой банальной напоминалки, которая сейчас есть в мобильном телефоне. Согласен. Подождите, вы не дослушали вопрос. У вас не получится, потому что на данный момент есть масса инструментов, которые позволяют напомнить человеку о любых памятных датах, о любых. Это начиная с календаря в телефоне, продолжая, например, календарем в Microsoft Outlook и календарем в Google аккаунте и продолжая даже там Skype, социальными сетями. Это все уже есть. У вас не получится. Как показывает практика, люди боятся. У нас получится, потому что люди не все записывают, скажем, боятся предоставлять в сети информацию, потому что сеть – это распространенная база информации. И легче ее хранить все-таки на защищенных серверах. Потому что я бы в сеть не предоставил информацию о своем бизнес-партнере, там, допустим, моего какой-то памятной дате. Либо же вот вы часто записываете в телефон как бы все дни рождения. Я – нет. Как показывала практика, то есть люди тоже. У меня для этого есть Facebook. Шикарно. Не все в Facebook и ВКонтакте могут предоставить достоверную информацию, потому что эта информация доступная массе. Окей. У вас не получится, потому что, не глядя на то, что вы говорите, защищенные сервера, информацию до клиента доносят и у клиента берут почему-то живые сотрудники. Вот, пожалуйста, эта цепочка, которая очень слабая, вернее, звено цепочки, которая очень слабая. Через него, через этого человека может происходить утечка информации. И я, например, больше доверю тому самому Google, чем какому-то странному чуваку с вашего офиса. Я сам вбил информацию под своим аккаунтом запароленным. Соответственно, у меня, ну, пусть это иллюзия, но эта иллюзия меня тешит, что эта информация защищена. У вас же живые люди. Живые проверенные люди. Проверенные кем? Вами. А мной он не проверен. Условиями своей работы. То есть мы будем подписывать с ними договора о неразрушении. То есть, как покажут люди, что вот этот документ все-таки он дает человеку вот некие просто понимания, скажем, того, что какую-то информацию нельзя распространять. Ну и получится в том плане еще, что с клиентом, допустим, это не будет просто, это будет, да, офис просто. Но, скажем, это будет еще дополнительно подключены компании, которые будут эту информацию предоставлять своим клиентам в качестве, там, допустим, бонуса какого-то. То есть человек приходит, он купил мебель в каком-то магазине и ему подарили, там, скажем, эту услугу на год попользоваться. То есть это будет работать еще так. Если клиент там будет подписываться договора, что как бы ни с кем, нигде эта информация не попадет никуда. То есть это все будет юридически подкреплено. А если он расскажет? Заплатит. Расскажет. Я, например, даже ему не доверяю. Я тебе не доверяю. Но заплатит. Ну вот теперь вернемся к первому вопросу. Как вы хотите предоставлять информацию на Facebook или ВКонтакт достоверную? Если, скажем, размещая данную информацию в Facebook и ВКонтакте и в других листах, я беру на себя этот риск, передавая информацию вам, тогда компания мне заплатит в результате. Мне все равно кто из сотрудников разгласил, мне компания заплатит, я компанию пущу по миру. Неубедительно. У вас не получится по той причине, что, насколько я услышал, объем затрат стартовых очень большой. Вы предполагаете открывать офисы эти по различным городам. Это затраты, 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 затраты. Затраты на открытие, затраты на ежемесячное содержание, это заработные платы и так далее. Зачем это все, если можно даже на худой конец нарисовать какую-то софтину, которая будет с человеком общаться сама в виде чат-бота, например. Зашел клиент на ваш сайт, чат-бот с ним пообщался, всю информацию снял. Зачем эта девушка в каком-то районном центре или в областном? Затраты очень много. Ну, я бы не сказал, что очень много. Сколько? Хорошо, открытие офиса на 10 человек, колл-центра, где-нибудь там в Виннице. Затраты, скажем, пускай это будет Винница, 10 компьютеров, 10 человек. Зарплата будет, скажем, не зарплата, а начальное вложение около 15 тысяч евро. То есть что это даст? Около 5 тысяч евро, это оборудование. Помещение на несколько месяцев вперед, это где-то 1000 евро. Все остальное вкладывается в рекламную кампанию. А если он расскажет, а люди будут работать в сухаризме? Нет, ежемесячная затрата. Ежемесячная затрата? Ежемесячная затрата? Затраты целиком. Около 70 тысяч гривен. 70 тысяч гривен. Ну, округлим там. Потому что 70... Для 70 там и 90. Я сомневаюсь. Ну, 90, да, это там 2 тысячи евро, грубо говоря. 3 на 12 36, стартовая зарплата 15. Итого, кругло 50-50 тысяч евро. Переведем в гривну. Это у нас получится уже по промиллиону гривен. Исходя из вашей цены за услугу, надо, чтобы у вас 15 тысяч человек стал клиентом. Сразу? Да. Мы планируем набрать через, опять же, компанию партнерой, с которой он будет заключаться по двору, предоставление всех услуг. То есть я вернусь первой своей сентенции. У вас не получится, потому что эта опция, это решение уже предоставляется. Это уже не является настолько ценностным предложением, что человек готов за него еще платить. Дефония делает это бесплатно. А еще надо платить. Все? Все? Время программы вышло? Если ты считаешь, что у проекта получится, ставь сердечки. Если же нет, слезливые смайлики.